Ну а что, допустим, вот что вы можете сделать для этого? Я имею ввиду, не вы лично, а цех. Вы как-то... Вот у вас в четверг творческий вечер. Вы же там наверняка не будете говорить о каких-то там проблемах. Люди придут полюбоваться вами и за развлечением. Вы их будете в большей степени развлекать, правильно? Вы знаете, может быть, в этом анонсе даже как-то разочарую, и кто-то, может быть, не придет. Я сразу начинаю с того, что я не танцую, не пою и не играю на гитаре. Цель этой творческой встречи, понимаете, вот так вот сократить как-то дистанцию и поговорить со своим зрителем и услышать вещи, скажем, не комплементарного характера, а вопросы, касающиеся профессии. Ведь иногда, вот в таком ли интервью, как с вами, ну скажем, я имею ввиду в формате, или в интервью в журнале. Иногда просто времени не хватает, чтобы ты вспомнил или вытащил что-то из своей памяти. Но у меня вечер построен так, что я делаю короткий монолог, рассказываю, как я дошел до такой жизни, вот, и тем самым монологом провоцирую зал на общение, на то, чтобы они разговаривали со мной, задавали вопросы. И опять-таки, подчеркиваю, не обязательно писать какие-то комплементарные записки, это менее интересно, а вот, которые заставляли бы меня, скажем, там, задуматься, вот, на прошлом творческом вечере, вот, мне вдруг человек прислал, достаточно молодой студент подписался, как вы относитесь к смерти, часто ли вы о ней думаете? Вот, и когда тебя заставляет это как-то задуматься и ответить честно, вот это вот интересно. Потом, скажу вам, что отправным пунктом для этого было, когда-то, много лет назад, с Олегом Ивановичем Янковским представляли картину «Любовник», и нам казалось, она уже была готова, и было обсуждение после фильма, и нам казалось, что мы-то про этот фильм и про всевозможные его финалы, про все, уж проговорили втроем, я и он, Тодоровский, все, вдруг встала молодая девушка и сказала, «А вы знаете, что? Вот для меня это фильм об очень сильной женщине». И это была такая неожиданная мысль, то есть, понимаете, это… Которая даже не было, в общем, и на экране, собственно. Это в нем нет, это было на обсуждении. Нет, нет женщины. Это мысль, которую молодая, 22-летняя девушка, это фильм об очень сильной женщине. Поэтому такие встречи, вот, они полезны, чтобы вот поговорить со зрителем, не выслушать, скажем, комплименты, а поговорить о каких-то вещах, о театре, о кино, о жизни, о литературе, очень с удовольствием я говорю там, о литературе, об образовании, о чем я не говорю, я не говорю о политике. Не потому что боюсь этого делать, потому что считаю, что это ужасно неправильно. Вот, потому что если вы меня спросите, вы что, не говорите вообще о политике? Нет, я говорю, и с вами буду говорить с удовольствием, на кухне. Вот, но если артист начинает делать это публично, то это еще со времен Гоголя известно, конечно, когда у нас люди занимаются не своим делом. Я должен говорить о политике языком кино и языком театра. А вот языком пороть в театре эстрады, вот это уже даже не то, что непрофессионально, это неприлично. Вот, нужно заниматься своим делом. Тогда мы жить будем лучше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24» и Евгений Додолев.